Привет, друзья! Всем привет! Покажи, что у нас сейчас здесь на столе. У нас такая вот машина от Acer. Concept D называется. Да, Acer. Concept D Acer. Да, и мы сегодня хотим сделать такой небольшой обзор на вот эту машину. На московском рынке этот компьютер можно найти от 315 до 330 тысяч рублей. Вопрос, почему он столько стоит, сейчас мы попробуем вам на него ответить. Но, наверное, начать надо с его внешних характеристик. Ну, весит он 3 килограмма, то есть это не мало, с одной стороны. То есть он как такой полукирпич. Но, с другой стороны, в принципе, он довольно компактный. Как бы он из-за того, что у него экран сколько у него дюймов? 15. 15-дюймовый. То есть есть ноутбуки 17-дюймовые, но мне кажется, что это уже немножко перебор. Вот 16 дюймов, 15-дюймовый – это такая золотая середина. Как мне кажется. Ну, чтобы можно было с собой в рюкзак запихнуть, еще куда-то. Но блок питания у него еще довольно тоже тяжелый. Давай покажу. Да, вот такой вот блок питания. То есть вы без него, к сожалению, не сможете использовать. Почти килограмм весит. Компьютер держит зарядку в зависимости от того, как вы его используете. То есть если вы максимально загружаете его каким-нибудь видеомонтажом или рендерингом видео в 4К, я думаю, что часа 2-3 он прослужит. А так, если серфинг в интернете, то он довольно долго держит, кстати. То есть часов 8 может спокойно продержать. Еще у него есть несколько режимов экономии внутреннего аккумулятора. Но об этом я чуть позже расскажу. Поэтому, если вы собираетесь возить этот компьютер с собой, как какой-то полупланшет, полулэптоп, это абсолютно, в принципе, нормальная история. Зарядку не обязательно с собой брать. То есть на целый день вам должны его хватить. Ты знаешь, а мне показалось, что он больше для домашнего использования. Ну, для домашнего, да. Мне-то, например, тяжеловато его было бы возить с собой. Да, он довольно как бы такой нелегкий, с одной стороны. Но в то же время он из-за своих функций, мне кажется, он интересен. То есть этот необычный компьютер, он имеет функции тачскрина. То есть это как полупланшет, полукомпьютер. Да, вы знаете вообще, почему он называется Эзель? Эзель – это специальный механизм, который мы сейчас как раз вам покажем. Это как раз специальный механизм, который позволяет вот так вот экранчику различно поворачиваться. У него есть аж 6 режимов поворота. То есть вы можете использовать его просто как хотите. Это на самом деле очень удобно. Экран автоматически перестраивает свою ориентацию под поворот экрана. А он вертикально перестраивает? Да, вертикально перестраивает. Ну, как выяснили, вертикально он не поворачивается. Но мне кажется, тем не менее… Но это и мне кажется не надо. На самом деле, мне кажется, чем ближе экран находится к вам, да, как бы и в соотношении с клавиатурой, тем на нем проще работать, и тем меньше вы портите ваши глаза. Ну да, потому что у вас не устает зрение вглядываться вот в эти маленькие буквки. А интерфейс Windows, как мы знаем, он может быть довольно мелким для кого-то. И вот как мы, как маководы, мы привыкли, что я вот, например, на маке у себя все время доставляю чуть ли не самое максимальное увеличение экрана, чтобы просто не напрягало зрение. Ну, у меня зрение хорошее, стопроцентное, но все равно мне приятнее, удобнее смотреть на большие какие-то фигурки, иконки, вместо того, чтобы вот вглядываться вот в эти вот маленькие точечки. Вот, но если вы планируете использовать компьютер для чисто домашнего использования, то я бы, наверное, посоветовал посмотреть какой-то дополнительный монитор, чтобы было комфортно работать, потому что все-таки на 15-дюймовом экранчике не совсем удобно вот прямо дома каждый день так работать. Кстати, там же есть какая-то функция, что можно... Да, беспроводная функция. Мирокэст называется. Эта функция позволяет использовать телевизоры как дополнительный монитор или любые другие экраны, планшеты по технологии Мирокэст. Она должна поддерживаться вашим вторым устройством, то есть вот вашим вторым монитором, и этим компьютером она поддерживается, поэтому вы сможете любой подходящий вот такой вот монитор подключить к своему компу и использовать как его как дублирующий экран, так и как дополнительный второй экран. Я читала вообще, что этот компьютер, он очень хорош для тех, кто работает с дизайном, видео, ну то есть как бы для нас, в принципе. Все говорят, что у него классный процессор, он быстрый, мощный. Да, процессор тут и правда классный, то есть здесь стоит Intel i7 десятого поколения, 10750H. Вот это крутой процессор, чуть ли не самый последний у Intel, поэтому компьютер справляется с любыми задачами, я бы сказал. Но из-за того, что это ноутбук, конечно, он не будет давать такой мощности, как десктопный компьютер, если бы вы собрали, да, там. Но это надо понимать, что любой ноутбук всегда будет проигрывать десктопному компьютеру. Но, несмотря на это, этот комп очень мощный, и я на нем вот запускал в протулзе довольно тяжелые сессии, там по 100 дорог, по 150, и на каждой из этих дорог по несколько плагинов. При этом вставлял там все настройки плагинов на максимальный уровень качества, и при этом компьютер держался довольно неплохо. Да, включаются вентиляторы, но, как и на любых компьютерах, как бы это охлаждение, оно вынужденное, то есть ноутбук, он не может постоянно быть тихим, особенно когда он используется по максималке. Но, кстати, они усовершенствовали технологию вентиляторов, то есть они стали гораздо тише, чем в своих предыдущих моделях, и создатели, они позиционируют вот этот компьютер как тихий достаточно, и компактный, и довольно удобный в работе. То есть ты не отвлекаешься на лишние звуки, когда у тебя, например, какой-то видеопроект, и тебе нужно максимально, например, опять же, сконцентрироваться на звуке или на видео. А давайте послушаем, как звучит вот он в тишине. Вот сейчас у нас вроде тихо, сейчас давайте тишину. Давай, чем-то включим, попробуем. Давай я включу, например, иллюстратор. Какую-нибудь сейчас очень тяжелую штучку там нарисую, и посмотрим, как он вообще... Да, кстати, как он будет шуметь. Кстати, я читала, что создатели вдохновились крыльями сов, чтобы сделать лопасти для вентилятора, то есть у них какая-то есть специальная вырезка на этих лопастях, и поэтому они в два раза... Они там в художнике сидят, получается? Ну, видимо, да. У них в два раза быстрее, короче, крутятся лопасти, и из-за этого он якобы тише. Давай я что-нибудь нарисую. Да, рисую. Сколько слоев вообще выдерживает стандартный компьютер обычно? Ну, ты знаешь, вот я как бы работаю на своем макбуке, у меня выдерживает, ну, максимум я рисовала 30-40, может быть, слоев. А потом сейчас начинается? Ну, он иногда шумит, как бы это понятно, потому что очень много всего, но и зависит вообще от сложности вашего проекта. То есть если у вас на каждом слое какая-то там точечка, да, изображена, в общем, если у вас на каждом слое как бы по одной точке, то, естественно, компьютер не будет воспринимать это как тяжелый проект. Но если у вас там и заливка, и градиенты, и обводка, то он уже начинает думать, что у вас действительно уже какой-то тяжелый перегруженный проект, поэтому он, соответственно, будет мощнее включать ваши вентиляторы. Ну, вот давай послушаем. Не, вообще не шумит. Вообще не шумит. Кстати, вот ты сказал про интерфейс, то, что, да, как бы тебе не очень иногда комфортно работать с Windows, потому что там маленький интерфейс. Но здесь, как бы, мне кажется, что интерфейс довольно понятный, и ты как бы уже на каком-то интуитивном уровне понимаешь, куда тебе тыкать, даже если ты там 15 лет работал на совершенно другой оперативной системе. Не многие знают, но я начинал свое знакомство с компьютерами с Windows. То есть у меня сначала был ноутбук Lenovo, самый такой старый, где еще мышка. Ну, как бы у меня тоже. Тебе нужно было мышкой двигать, там такой был красненький кружочек в середине клавиатуры, и ты вот так пальцем как бы нажимал вправо-влево, и у тебя мышка двигалась в соответствии от того, куда ты нажимаешь. Это очень старый, очень такой прикольный метод, на самом деле, использования мышки в компьютере. Но начинал я с ноутбуков Lenovo, потом у меня появился там, по-моему, какой-то доступный компьютер. А, вот вспомнил, у него был процессор Intel Pentium. Потом у меня появился Core 2 Duo процессор, потом я уже собрал себе на i5, и только после этого у меня появился MacBook, который я тоже потом обновил. Ну, в общем, я очень долго сидел на винде, но когда у меня появился Mac, я просто как бы понял, что Mac удобней. В моем случае, то есть не обязательно, что во всех других. Да, мы не утребуем. Многие мои, вот, например, однокурсники или знакомые, которые работают вот в сфере звука, они работают на Windows, именно потому, что Windows очень имеет большое количество гибкости, гибкости настройки. То есть ты можешь установить огромное количество различных VST-инструментов каких-то виртуальных, ты можешь установить плагины, которые, например, на Mac не все будут работать. И под Windows гораздо больше всего есть, чем под Mac, вот именно если говорить о плагинах. Но Windows, он немножко менее оптимизирован, то есть в нем гораздо больше косяков каких-то, которые нужно решать по мере их поступления. То есть может вылететь драйвер, может еще что-то случиться. И так как очень сильная кастомизация системы, то есть в Windows вы можете настроить буквально все. То есть вот как в Android, например. Есть iPhone, есть Android. Вот в Android вы можете там буквально каждую деталь своего телефона можете настроить или планшета. А в iPhone у вас ограниченные настройки. Но для кого-то это плюс, потому что им не нужны просто все вот эти вот разные вариации настроек и вот этих всех вот кастомизированных штук. Ну и это просто вот разница двух операционных систем. Опять же, я не говорю, что одна лучше, чем другая. Каждый выбирает свое. Да, с таким же успехом люди работают на той и на той системе. Ну, продолжая про внешние особенности. Да, здесь есть все возможные порты, наверное, да. И Thunderbolt, и USB, и под наушники. И что здесь еще у нас? Ethernet, и HDMI вообще. И SDK-арта, главное, да, для фотографов, чтобы понимать. То есть никаких... Ну, так просто нажимаешь и все. Никаких лишних переходников, ничего не нужно, все вот здесь есть. Это очень, на самом деле, удобно. Вот, а про внутренние особенности, да, чем он вообще крут? Да, графический процессор, цвет, цветопередача, что можем сказать? Экран этого монитора имеет разрешение 4K Ultra HD, то есть 3840 на 2160 пикселей. Матрица у этого монитора IPS, что дает нам очень естественные, насыщенные и приятные цвета. Ну, и еще там есть Adobe RGB, передача цветов, поэтому это самая топовая точная цветопередача в этом ноутбуке. Да. Несмотря на IPS-матрицу, она довольно очень хорошо сделана и не имеет каких-то сильных засветов по сторонам, как можно иногда встретить на каких-то мониторах, которые вы покупаете. Бывает, что вы включаете черный экран, и у вас прямо видно, что у вас такие белые, как сказать, засветы по углам, по краям. У этого монитора мы таких засветов не увидели, то есть он хорошего, высокого качества. Да, открываешь фотографии, опять же, хочу добавить просто все вот так, как и должно быть. Очень классно на самом деле, прям все сочное, такое яркое. Но из-за того, что монитор IPS-матрица, она не такое имеет быстрое время отклика. То есть если вы хотите играть какие-то игрушки, ну, именно вот в шутеры, то, наверное, этот монитор не самым будет лучшим вариантом, особенно потому, что он 4K. Вот, то есть вам придется, скорее всего, игры запускать в 1080, чтобы играть комфортно. Но, несмотря на то, что этот компьютер обладает прям топовыми железками, мне кажется, что иметь какой-то запас по производительности всегда неплохо. И лучше загружать какие-то прям сложные, тяжелые игры в 1080, тогда он точно не будет сильно напрягаться, и вам будет в кайф играть, будете там иметь 100 FPS без каких-либо проблем. Даже там каких-нибудь сложных, типа Battlefield 4 или Crysis 3 в таких вот играх. Ты знаешь, Егор, вот я тебе честно скажу, вот я на нем поработала, и мне все-таки кажется, что он вообще идеален для графических дизайнеров, для моушн-дизайнеров, для тех, кто работает с видео. Про звук вот не знаю. Но вот для себя скажу, что я бы, честно говоря, купила бы себе такой компьютер, потому что он прикольный, и, кстати говоря, мы совершенно забыли рассказать про то, что здесь есть стилус. Короче, это очень классно, удобно рисовать, обрабатывать фотографии при помощи вот этого маленького электронного карандашика. Но надо сказать, что дизайнеры пользуются графическим планшетом. Да, я вот пользуюсь графическим планшетом. Я его подключаю лично к своему MacBook, я как бы вот сижу рядом и смотрю, как бы, да, в монитор и рисую рядом. Но ты привыкаешь со временем к этому. А здесь ты, да, а здесь ты как бы сразу. То есть у тебя такой как бы графический планшет уже у тебя встроен. Встроен в компьютер. Это, кстати, очень удобно для тех, кто, например, занимается какой-то графикой, но в то же время он монтирует видео, и ему не нужно там покупать отдельно графический планшет за 100 тысяч и еще компьютер за 200. Мне кажется, это заложено уже в цену. Да, и все, и иметь полный... И он, кстати, очень удобно расположен, то есть в самом компьютере спокойно вот вставляешь, достаешь. Да, а он еще не должен подзаряжаться, по-моему, да, там нет никаких батареек в этом. Да нет, он как на моем вакууме, это же вот их система. Магнит какая-то из системы или что. Да. Ну, мы, в общем, не будем про систему точно говорить, потому что я не разбираюсь. Но это удобно, это правда удобно. Еще, что здесь круто, что здесь вот графическая карта NVIDIA RTX 3000 стоит на 6 гигабайт памяти. RTX это очень крутая, кстати, функция в видеокартах, которая пока что, она еще не используется всеми, как бы сказать, производителями, особенно игр, по максимуму. Вообще, что самое сложное в графике, в производстве именно для компьютерных игр? Это сделать натуральные тени, натуральные какие-то отсветы. Вот именно блики, тени, все вот эти вот вещи. Почему? Потому что для того, чтобы сделать реалистичные тени, нужно, чтобы свет отразился от одной поверхности, отразился от другой поверхности, сделал тени, и вот так от бесконечного количества поверхностей, как в реальной жизни это происходит, чтобы мы увидели прям такую реалистичную картинку. Но что сделала компания NVIDIA? Она внедрила технологию RTX, которая позволяет улучшить, как бы, вот этот просчет, сложный просчет света в играх. И, в принципе, там, наверное, в видеокаком-то монтаже и в графике тоже. Что сделали производители? Они из-за того, что вот эта технология RTX, она еще пока только внедряется в большинство устройств, она еще пока только новая. Но не у всех есть к ней доступ, потому что довольно дорогая технология, вот такие карты с функциями технологии RTX, они стоят на порядок, а на то и на два больше, чем аналогичные карты без RTX. И производители игр, ориентируясь на массовый рынок, на то, чем пользуется большинство людей, они оптимизируют свои игры под видеокарты без технологии RTX. Потому что, ну, большинство, будем честными, этих технологий в картах нет. И поэтому производители игр, они уже зашивают в код специальные, вот такие, знаете, хитрости, чтобы как бы обойти вот эту нагрузку на видеокарту по большому обсчету света и теней в графике игр. Поэтому, если вы возьмете, например, компьютер с видеокартой на технологии RTX, и рядом поставите тот же самый компьютер, просто видеокарта будет той же модели, но без RTX, и запустите на них одинаково, там, одну и ту же игру. Очень классный обзор на эту тему сделал Linus Tech Tips, он, правда, на английском, но ссылку оставлю в описании. Вы оба компьютера просто вот рядом поставите и будете играть на одном, на втором, причем не зная, на каком из них есть технологии RTX, на каком нет. И с вероятностью 99,9% вы не увидите разницы. Вы не увидите разницы, потому что игры сейчас настолько оптимизированы под существующее железо на массовом рынке потребителей, что вот эти технологии, которые внедряются Nvidia и AMD, они не могут быть использованы в полной мере пока что. Но это очень хороший задел на будущее. Такое небольшое ответвление по технологии RTX от Nvidia. Ну, карта здесь, на самом деле, очень мощная. Ну, я заметила. Nvidia 3000, да, она очень прям вот классно на ней монтирует какие-то сложные... Все просто летит, да, летит вообще, да. Сложный монтаж делать, плюс там, если у тебя нагрузка идет на анимацию, там, графическую составляющую, я думаю, что... Легко она справляется, да. Да, и быстрое время рендеринга, то есть для людей, которые прям... Которые занимаются визуалом, это вообще идеальная просто, мне кажется, машина. Да, 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 да. Сказать про звук хотел бы. Да, 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 вот звук. Потому что звук здесь, вот именно по звучанию этого компьютера, звук... Динамики. Довольно мне не очень понравился, он довольно такой скомканный, какой-то урезанный по диапазону. Они как будто вырезали все басы отсюда. Да, они и басы, и верхние частоты отрезали осталось только где-то там, не знаю, от килогерса до двух. Ну, это я так... Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, это не столь важная функция, потому что... Да, кто на ноутбуках вообще слушает музыку, но на самом деле... Потому что нормальные люди слушают на системе. Да, либо они наушники используют, либо они используют какие-то дополнительные колонки, потому что, конечно, ноутбук, он, в принципе, не предназначен, чтобы они их там смотрели в фильмы, где-то там, не знаю, в залах концертах. Но для сравнения, для сравнения, у макбука нового динамики просто шикарные. Да, смотрите, кому интересно, обзор на наш компьютер. А у этого компа динамики немножко не дотягивает. Несмотря на то, что, кстати, он стоит чуть даже дороже нового макбука. Ну, понимаете, ребят, цена как бы оправдана всеми функциями, которые здесь внедрены. Да, но в макбуке вы не увидите тачскрин, в ближайшие, я не знаю, ну, лет пять, наверное, точно. Хотя, черт его знает, что они придумают с новым 16-дюймовым макбуком. Слушай, ну, у них есть планшет с тем же Apple Pen. У них iPad, и iPad Pro, кстати, сейчас для многих людей заменяет реальный компьютер. У меня вот многие друзья-иллюстраторы, они рисуют на iPad, им компьютер даже не нужен. В чем вот разница планшета и компьютера? В том, что планшет, он способен выдавать такие мощные пиковые мощности только на каких-то коротких промежутках времени. Потому что у него не очень хорошая терморегуляция. То есть, из-за того, что он тонкий, из-за того, что он немного весит, там нет никаких вентиляторов. Весь нагрев, он идет в корпус и просто как-то испаряется благодаря тому, что он находится в какой-то воздушной среде. Ну, и не выдержит он какие-то тяжелые проекты. То есть, если вам нужно долгий рендеринг чего-то делать, какого-то большого проекта, то, конечно, планшет будет неудобным. А такой компьютер, он как раз-таки будет выполнять как роль планшета, потому что вы сможете на нем нарисовать, что-то потыкать. Но в то же время и роль как такого мощного довольно компьютера, который можно использовать под разные графические задачи. Еще он имеет 1 терабайт SSD. Вот, встроенный. Прикиньте, много. Ну, это же количество имеет и MacBook, поэтому что тут говорить. Сейчас SSD, это стало стандартом уже дисков в ноутбуках, потому что никто не представляет уже, как можно работать на hard дисках. Они настолько шумные, настолько медленные, что это просто, мне кажется, уже в прошлый век. Ну, и вероятность их, по-моему, очень высока. Ну, сейчас, на самом деле, сейчас уже мало кто работает на HDD дисках, и хорошо, что 10 терабайтник стоит на SSD, это удобно, много чего можно поставить. Но все равно, скорее всего, если вы работаете с большим видеофайлом, вам придется иметь какой-то дополнительный жесткий диск, без этого никак. На данной модели компа мы имеем 16 гигабайт оперативной памяти, что, в принципе, более-менее достаточно. Но есть и возможность приобрести компьютер с 32 гигабайтами оперативки, и я бы советовал 32 взять, потому что на будущее, скорее всего, вам 32 будет полезнее. Подходя ближе к финалу, хочется поделиться своими какими-то личными впечатлениями. Я так нормально на нем поработала, в фотошопе, в иллюстраторе, во всех программах, которые я очень часто юзаю. Я могу сказать, что работать при помощи этого волшебного Apple, простите, нет, Windows Pen. Это не Windows Pen, это Acer Pen, мне кажется. Acer Pen. Concept Pen. Короче, очень реально большие остаются впечатления после этого. Невероятные. Невероятные впечатления. Вот честно, когда ты работаешь 5-6 лет просто с графическим планшетом рядом, не видя конкретно, куда тебе сжать, какая у тебя… Нет, я как бы понимаю степень… Ты даже привыкла уже? Ну, я привыкла, да, но как бы я чувствую вот эту степень нажатия, все, но когда ты уже реально делаешь это исключительно в экране, то для дизайнера это просто на самом деле топ. Я вот хотела обновить… Удобнее, да? Я хотела обновить планшет свой, да, вот как раз в Аком выпустили линейку, где у тебя на самом планшете виден экран. То есть, как бы аналогия всего того… Она стоит там немаленькие деньги, какая-то штука. Ну, да. Она больше 1060, что ли, стоит. Ну, да, да. Ну, как такая как бы дополнение к вашему девайсу. И я скажу, что вот поработав здесь, я поняла, насколько это реально удобная система. То есть, производители, мне кажется, когда вот это делали, они реально подумали о людях и о нас, дизайнерах, которые… и фотографах тоже, да, потому что я и тем, и тем занимаюсь. Это очень круто, очень удобно. Я действительно это советую. У вас не ломаются глаза, потому что вам не нужно постоянно вот так вот отвлекаться, что ты вот сидишь сюда, смотришь потом сюда. То есть, вот ты даже как бы, когда просто серфишь в интернете, тебе вот с этим вот карандашиком это делать гораздо удобнее, чем ты это делаешь даже вот, ну, пальцами. Поэтому я скажу этой системе «да». Я определённо хотела бы, да, работать так всегда, потому что это удобно, это эргономично. И я посоветовала бы всем дизайнерам и творческим людям, и моушен, и фотографам, и операторам обратить внимание на эту систему. Вот, но как бы, да, подводя итоги, я вообще хочу сказать, что в целом эта машина, да, она хороша, наверное, исключительно для как раз творческих людей, для дизайнеров, фотографов, операторов. Это мощно, это круто, это быстро, это удобно. Да, она немножко тяжёлая, но это всё оправдывается всеми теми функциями, которые в этой машине есть. И, ну, как бы, я бы сказала, что возможно дать за это 315-330 тысяч, за всё, да, за внедрённый графический планшет. Надо понимать, что этот компьютер, скорее всего, вы купите на долгое время. Да, да. То есть будете пользоваться не один год. Он будет вам долго служить, это определённо понятно. И он заменяет два устройства. Он заменяет вот этот вот графический планшет с функцией того, что вы видите, на чём рисуете. И он заменяет крутой компьютер для монтажа видео и обработки. Да даже для звука можно его очень круто использовать там. Ну да, ты уже говоришь про этот Pro Tools. Да, можно на нём спокойно сводить, в принципе, как и на других компах. У него мощный процессор, а из 70-го поколения ничего говорить. Если бы этот компьютер поддерживал Mac OS, я бы первого купил. К сожалению, пока не поддерживает. Будем ждать Acer, давайте. Думайте уж как-то там. Что-то мозгами проскиньте, а то что-то, ну, нехорошо. На Mac еще пока нету функции тачскрина. И многие уже об этом давно просят. И многие маководы реально негодуют, потому что не понимают, почему нельзя уже сделать этот тачскрим пресловутый, уже чтобы можно было пальцами наконец тыкать. А Acer, они не спят, и вот они смотрят в оба. Смотрят будущее. И они понимают, что нужно людям. Я бы добавил про дизайн внешнего компьютера, вот как он выглядит. Выглядит он довольно странно. Я бы изменил... Тебе кажется, что дизайн несовременный? Да, вот дизайн как будто, ну, 2006 года. Несмотря на то, что внутренности прям топовые, но внешка какая-то очень странная. То есть, вот кладатура какая-то вот, не знаю, устаревшая, по-моему, подсветка к кладатуре. Ты знаешь, мне кажется, из-за того, что сейчас на рынке очень популярны макбуки, макбуки нам диктуют будущее. Но они всегда были популярны. Ну, макбуки нам диктуют как бы дизайн будущего, и поэтому, скорее всего, ты как бы смотришь туда, и ты понимаешь, что... Ну, конечно, маки более эстетичные выглядят, безусловно. Ну, да. Ну, как вот можно сравнить макбук вот с этим, да, ноутбуком? Но с другой стороны, конечно, к этому можно привыкнуть. Но я не хочу привыкать. Я просто хочу вот наслаждаться своим компьютером как в работе на этом компе, Так и внешнеэстетично. Так и просто на нее смотреть. Вот, поэтому, может быть, как-то переработать дизайн, не знаю, вот эти вот кнопочки, которые подсвечиваются, и вот, в принципе, вот эти все иконочки, да, они какие-то вообще, я не знаю, это 2006 год. Не, а мне кажется, это очень похоже на машины 80-х, знаешь, вот как раз такими вот... Даже 80-х, понимаете, я 2006, а Влада про 80-х. Ну, да, 80-х. Нет, я вспомнила машины просто 80-х, вот такие вот спортивные, типа, спорткары. Не, ну, 80-х, 80-х. Очень похожие вот эти вот, посмотрите. Ну, мы-то в 2021-м... Покажи вот это вот. Слушай, ну, может, они ретро любят. Ну, есть куча людей, которые любят ретро. Этот компьютер, он не про ретро. Это, наоборот, про современные технологии. Современные технологии плюс ретро-дизайн. Не знаю, но все равно мне вот, как он выглядит, не очень нравится. Переделайте как-нибудь внешку. Будет вообще топовый ком. Ну, ну, и, соответственно, macOS поставьте. Ну, это так, шутка. Ну, а в целом, ну, что могу сказать? Windows как Windows. Мы это все понимаем. Кому как удобно, тот там и работает. Мне пока, наверное, тяжело привыкнуть к Windows. Хотя это дело времени. Опять же, я вообще ничего не имею против людей, которые на нем работают. И я также положительно отношусь к такому выбору. Попробуйте, советую, кстати, тем, кто работает на MacBook, реально попробуйте, поэкспериментируйте, как вам вообще будет работать на таком компьютере. Особенно советую. Особенно дизайнерам. Да, дизайнерам и фотографам. Да. Спасибо, что смотрели. Вы были рады рассказать вам о своих впечатлениях с этой машиной. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Будем еще делать обзоры. Всем большое спасибо. Если кто-то хочет дать нам какую-то технику на обзор или какой-то предмет, напишите, мы рассмотрим этот вариант. Оставайтесь в курсе новых событий, увлекайтесь современными технологиями, не забывайте про творчество. И современному искусству. Смотрите наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Как всегда. Всем пока. Пока.